Читать стихи или прозу так, чтобы замирало сердце – это особое умение. Кропотливая работа над текстом и над собой. Воспитанники досугового центра Дроздова – частые гости различных фестивалей. И почти всегда возвращаются с победой. Арина Поваляева признается, что точно уже и не помнит, сколько конкурсов она посетила. Но в прошедшем накануне престижном московском открытом конкурсе чтецов девочка заняла первое место. Сейчас Арина репетирует спектакли на военную тематику. По рассказам Анатолия Приставкина «Человеческий коридор», премьера которого запланирована на начало мая. Бессменный руководитель театральной студии «Волшебная страна» популярная актриса Анна Осташкина всем сердцем любит свое дело. Каждую репетицию, погружаясь вместе с детьми в удивительный и сказочный мир театра, учит добру и уважению, помогает преодолеть трудности в общении. Театральная студия в том виде, в котором она существует у нас, это студия общего развития, детям очень нужна и очень полезна. Во-первых, мы снимаем какие-то зажимы в общении с друзьями, в общении с одноклассниками, может быть, даже в общении с взрослыми. Кроме того, мы уделяем большое время занятиям по речи. Наташа Гадалова занимается в театральной студии с момента ее основания, а это уже более пяти лет. Юная актриса рассказала, что преодолела здесь все свои страхи и комплексы и нашла настоящих друзей. Наташа привезла с конкурса чтецов почетное второе место. А сейчас вместе с другими ребятами готовится к выпуску спектакля «Неуловимый фунтик», где играет коварную Беладонну. Способ самовыражения, который помогает мне чувствовать себя более открытой с людьми и в жизни, и на сцене, и публичные выступления. Ну, они помогают чувствовать себя увереннее. Трудно найти руководителя, наиболее погруженного в свою работу. Ольга Гаврилова, директор Центра досуга, может часами с гордостью и наслаждением рассказывать о кружках и секциях, детских победах и новых планах. Ольга Викторовна ведет кружок авторской игрушки «Маленькое чудо», знакомит ребят с основами дизайна игрушки, развивает эстетический вкус и формирует представление о декоративно-прикладном искусстве. А еще она поделилась с нашей съемочной группой новыми направлениями Центра. Мы стараемся научить общаться разные поколения, как детей, так и детей и родителей. И поэтому у нас очень много совместных игр таких, совместных игр, совместных программ, когда собираются несколько поколений семей. То есть от самых маленьких, когда три годика за ручку ведут, да, это подросток и это, ну, родители. И вот мы стараемся сделать такие программы, чтобы было весело, интересно всем. Я надеюсь, что у нас получается, что нас любят. Переступая порог этого Центра творчества, сразу чувствуется тепло родного дома, где тебе всегда рады. Каждому свое особое внимание и отношение. И дети, как никто другой, это чувствуют. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.